не все ладно в андеграундном королевстве господа есть к сожалению достаточно много официальных записей которые не блещут качеством и я имею ввиду не в том плане что там звук получился грязным не совсем там четким нет я имею ввиду что многие альбомы в жанрах дэд металла играет были выпущены с mp3 спектром на ру трекере есть даже подобный список я его оставлю в описании вот сейчас вы видите этот список здесь перечислены альбомы которые записывались с mp3 то есть вы можете купить официальный компакт-диск скажем такой команды как например она у масса кир верги вал тигер да и при этом вы получите звук как на каком-нибудь там скачаным mp3 почему так получается для меня это загадка но факт в том что некоторые лейблы иногда определенные компакт-диски выпускают с mp3 нам качеством что значит мп3 качество mp3 это вообще формат с сжатием когда мы сжимаем трек из не сжатого формата в mp3 то получается что вот сам кодек mp3 выкидывает просто часть звуков из записи ну вот примерно как знаете как рип вот можно сравнить с рипом какого-нибудь фильмово да есть blu-ray а есть вот рипс этого blu-ray там тоже происходит сжатие уменьшается битрейт на некоторых рипах можно вообще увидеть квадратики почему эти квадратики получается потому что выбрасываются определенные градации цветов то же самое происходит с mp3 выбрасывается определенные градации частот вот скажем в несжатом файле мы имеем ну полную градацию скажем вот у нас от 1 до 10 герц да есть соответственно существует 2 герца 3 герца 4 5 6 7 8 9 а когда мы сжимаем в mp3 то некоторые значения некоторых градации просто выбрасывается у нас скажем уже не 1 2 3 4 5 а скажем 1 3 5 7 9 то есть часть каких-то звуков просто выбрасывается вот почему звучание в mp3 нам кажется как бы таким бедным немного пластиковым не совсем глубоким по объему ну грубо говоря mp3 это формат в котором из оригинального файла просто выбрасываются определенные частоты и могут выбрасываться частоты скажем выше 12 килогерц и выше 16 вот все что выше 16 килогерц просто бац и выкидывается да могут там нижние частоты выкидываться могут средние и вот в данном списке просто вот еще раз вам покажу просто оцените масштаб трагедии да какое количество альбомов было выпущено с качеством mp3 и это только альбомы вот в жанре дед металл и грайнд с представляете например арест ингород альбом кулинари буфет of хакет инерц севарит рекордс да довольно таки известный андеграундный лейбл вот пожалуйста на этом альбоме имеется срез выше 16 килогерц на слух это чувствуется как знаете такая пластиковая что ли такая пластиковая призвукова стиле пластиковые призвуки на высоких частотах компе проб вот пожалуйста тоже известная команда у них тоже срез подобный и ведь главное что данный средство наблюдается у весьма таких признанных лейблов то есть как такое пропускают просто уму непостижимо ну пожалуйста сифилик тоже у них вот альбом 2011 года тоже севарит рекордс вот зачастую гонят mp3 то есть они видео с mp3 файлов их конвертирует в аудио сиди выпускает диски но понятное дело что как бы вы в какой бы формат не конвертировали mp3 качество от этого не улучшится она так и останется mp3 нам и тут огромное количество и один из моих любимейших альбомов итальянской команды вульвик томи вот где-то тут тоже было вот вульвик томи putrescent cultural fermentation amputated when records солидный лейбл с давней истории тоже имеет mp3 качество я кстати это давно заметил у меня есть фирменный компакт-диск с этим альбом я давно заметил как только еще первый раз услышал что звучит альбом как то пластиково да он там мощный по басам но чувствуется все равно где-то вот середине в средних частотах чувствуется какая-то недосказанность какая-то вот такая mp3 шина и пластиковость мы моё чуть-чуть у меня не обманул я когда увидел вот перечень записей с mp3 шином спектром я там нашел вульвик томи также один из самых лучших альбомов в американском брутале от команды aversion to life сейчас я его найду так 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 вот aversion to life ритуализм мурдер 2006 года альбом издан на коматоз music тоже имеет mp3 шина и качество увы господа вот таким вот каким-то непостижимым образом лейблы лейблы просто убивают звук у хороших классных групп как это как такое допускают и немецкие лейблы то это допускают то есть где же то самое немецкое качество вот просто огромное количество огромное количество групп обязательно зайдите вот по ссылке в этот список и там поищите ваши любимые альбомы присутствует ли они в этом списке тут просто-то он ценотов ребята ценотов repacket purulency repacket purulency тоже severed records ребята ну severed records просто халтурит они наебывают нас они выпускают делают диски из mp3 файлов это просто жесть какая-то тут просто огромное количество знаменитых групп которые мы любим они не имеют в общем-то нормальную качество даже если вы скачаете эти альбомы например с какого-нибудь там ну банд кэмпа да там качество лучше не будет она там будет такой же потому что если mp3 диск делали с mp3 то значит этого mp3 все сделано что изначально у них было такое качество то есть вот тот же та же группа и пикардии кто me да одна из моих любимых групп в слэминге вот альбом гротеск монументов пароверсив трансфикшн 2018 год new standard elite были тоже имеет mp3 шный спектр вот такие вот господа дела перечень этот просто своим объемом поражает воображение огромное количество альбомов выпускаются вот в именно в mp3 шном качестве я вас прошу не путать грязные грязную как бы запись грязные металлы mp3 шное качество в грязной записи там все равно присутствует как бы спектр полный и градации звуковые до в частотах тогда как mp3 это именно что выбрасывание просто звуков сама по грязная запись она не делает как бы звуковую звуковое полотно бедным вот запись она может быть очень грязная да как у inquisition например альбом inquisition magnificent glorification of lucifer альбом грязный но звуковая картина богатая на всевозможные послезвучие там обертана и так далее тогда как mp3 она именно что убивает дух металла потому что уберу вот эти жирные там всякие послезвучие обертана не просто вот этим mp3 шным кодеком удаляются удаляются и вот металлом на самом деле критичен к спектру то есть если мы скажем сделаем mp3 шный спектр у какой-нибудь попсы где там бум тыц то это не так будет заметно как и вот и mp3 шный спектр в металле так что хотел вам рассказать о подобные проблеме господа так что ставьте лайкосы подписывайтесь скоро выйдет еще одно видео дальше будет только интересней